МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Трагедия на дороге. В страшной аварии погибли двое. Долгожданное новоселье на помощь молодым семьям выделено свыше 200 миллионов рублей. И война в понарошку. В ноябрьске прошли корпоративные соревнования нефтяников по пейнтболу. Начну с серьезного ДТП, которое случилось накануне вечером. В аварии погибли двое. На объездной дороге в районе старого поста ДПС столкнулись Нива и Ниссан Мурана. По данным инспекторов, ДПС водитель отечественного внедорожника выехал на полосу встречного движения. 40-летний мужчина, который управлял Нивой, и его 64-летняя пассажирка скончались. Еще трое пассажиров, две женщины и молодой человек 24 лет госпитализированы. Амбулаторное лечение назначено только 34-летней участнице ДТП. Она управляла Ниссаном. Водитель автомобиля Нива 1972 года рождения и женщина-пассажир данного автомобиля 1949 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. С начала 2013 года в Госавтоинспекции города Ноябрска зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибло и 95 человек получили травмы различной степени тяжести. И вчера же на улицу неподалеку от конно-спортивного клуба «Тарпан» был найден труп мужчины. Им оказался житель Ноябрьска, который, по данным следствия, свел счеты жизни. Он повесился на дереве. Позже выяснилось, молодой человек подозревался в совершении кражи и уже решался вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Стало ли это причиной гибели мужчины, пока неизвестно. В ходе осмотра места происшествия в кармане одежды погибшего была обнаружена предсмертная записка. Согласно текста, который он в происшествии просит никого не винить, ссылается на жизненное неустройство и просит родственников простить его. По факту гибели мужчины следственного дела по городу Ноябрск, начато проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства, приведшие его к совершению такого поступка. Всего за один день, в воскресенье, двое жителей города подарили мошенникам почти 140 тысяч рублей. Орудием преступления злоумышленников вновь стал сотовый телефон. У одного из жителей города им удалось выманить 10 тысяч рублей, у второго – 127 с половиной тысяч. Возбуждены два уголовных дела. Более 200 миллионов рублей в этом году получил Ноябрьск для оказания помощи молодым семьям. В рамках окружной подпрограммы свои жилищные условия смогут улучшить 38 ноябрьских семей. Как сообщили в городском департаменте по имуществу, свидетельства получили все, кто подал документы на участие в программе на текущий год. Причем на сегодня квартиру с помощью окружных денег не успела приобрести только одна семья. Сейчас специалисты формируют список участников программы на год 2015. Напомню, получить выплату могут молодые семьи, которые нуждаются в жилье. Причем даже в том случае, если один из супругов не является гражданином России. Что касается программы федеральной, то здесь участников традиционно больше. Более 300 семей подали документы на получение выплаты в этом году. В список претендентов по паре около 200 из них. Напомню, размер соцвыплаты составляет 35% от среднерыночной стоимости квадратного метра жилья. На третий квартал она равна примерно 45 тысячам рублей. Таким образом, к примеру, семья из трех человек получит около 800 тысяч рублей. Обязательное условие – это нуждаемость в улучшении жилищных условий, менее 15 квадратных метров на человека, возраст до 35 лет. И обязательное условие – это семья должна подтвердить доход, наличие дохода для участия в программе. Те, кто не попал в список претендентов на получение, то есть в резерве семьи находятся, им необходимо обновить пакет документов в декабре месяце. Сейчас вносится изменение в это постановление. С 1 по 31 декабря должны обновить пакет документов. Это представление не обновят, они не станут участниками на следующий год. Ямалоненецкий окружной реабилитационный центр «Большой Тарасколь» ждет детей с ограниченными возможностями, детей, которые состоят на диспансерном учете. Центр профилируется на лечение болезней нервной системы, включая ДЦП, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы кровообращения, почек и органов пищеварения. Комплексную медицинскую и социально-трудовую реабилитацию здесь могут получить дети возрасте от 3 до 18 лет. Также есть возможность пребывания детей совместно с родителями по путевкам мать и дитя. Одним из преимуществ этой здравницы является возможность круглогодичного оздоровления школьников с организацией учебного процесса с 1 по 11 классы. Школьные занятия проводятся профессиональными педагогами с применением дифференцированного подхода к каждому ученику и использованием традиционной, развивающей и вспомогательной программы обучения. Для получения реабилитационной путевки в Большой Тараскуль ямальцы могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. В ноябрьские школы на соответствие техническим нормам проверили специалисты Роспотребнадзора. Понятно, что новая техника, которая появляется в образовательных учреждениях, требует особого контроля санитарных врачей. Специальная комиссия о первых своих заключениях в следующем материале выпуска. На смену привычной меловой школьной доске пришла интерактивная, а вместе с ней целый комплект дополнительного оборудования. С одной стороны, это существенно облегчает учебный процесс, с другой требует дополнительного контроля, в частности, профилактики. Электромагнитное излучение измеряется специальным прибором, который устанавливают на расстоянии 50 см от монитора. Замер производится в три этапа. Сначала в 30 см от пола, затем параллельно рабочему столу и на уровне головы. После измерения мы списываем данные на бумажный носитель сначала, а затем обрабатываем у себя с погрешностями. По формуле рассчитывается, выводится средний числ и фиксируется в протоколе лабораторных исследований. Специалисты проверяют на безопасность не только электровычислительную технику, но и школьную мебель. Замеры проводят в первую очередь для профилактики нарушения осанки. К тому же, крайне важно, чтобы и стол, и стул соответствовали росту ребенка. В этот раз специалисты Роспотребнадзора на пригодность проверили классы первой гимназии. Без внимания не остались и мастерские. Здесь важно замерить шумовые показатели. На данных станках при проведении лабораторных исследований, замеров, мы фиксируем два уровня. То есть, эквивалентный уровень звукового давления и максимальный уровень звукового давления. После этого мы данные сравниваем с нормативами и уже делаем заключение, превышает или не превышает. Школьная среда, безусловно, оказывает влияние на состояние здоровья ученика. Потому задача образовательных учреждений не только дать необходимые знания, но и создать все условия для того, чтобы пребывание ребенка в классе было комфортным и безопасным. Слово пока у проверяющих замечаний к образовательным учреждениям Ноябрьска нет. Пока результаты те, которые мы замеряли, почему говорю, что они все соответствуют нормативам. То есть, освещенность, которую провели замеры, микроклимат, электромагнитные поля. В принципе, все соответствует. Поэтому перечислять школы, ну, как таковых смысла нет. Где бы было неудовлетворительно, мы бы просто назвали их и все. Подробную информацию об итогах проверки городских школ можно узнать и получить в Департаменте образования. Юлия Москарик, Виталий Харченко, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Фонд общественного мнения выяснил, сколько и для чего читают россияне. По результатам опроса получилось, что 37% наших сограждан не читают вовсе. Предпочтение книгам более или менее регулярно отдают 55% опрошенных. Чуть больше читающих журналы – 59%. А вот самое популярное – чтение газеты. Регулярно их в руки берут 3 четверти россиян. Соответственно, чаще всего люди читают, чтобы быть в курсе текущих событий. Немного меньше тех, кто читает для удовольствия. В личных интересах для обучения или работы читают меньше половины россиян. На Ямале появится методическое пособие о вреде курения. Это инициатива окружных депутатов. О том, что такая брошюра должна быть, решили участники совещания по вопросам охраны здоровья. Оно проходило под председательством Людмилы Ивановой с участием директора окружного департамента здравоохранения Николая Винокурова, а также представителей медицинского сообщества исполнительной власти региона и общественности. В методическом пособии будет размещена информация о вреде курения и о центрах, которые осуществляют лечение от табакозависимости. Распространением брошюр займутся общественные и профсоюзные организации. И завершит выпуск блок спортивных новостей. В восьмом туре чемпионата России по футболу питерский «Зенит» на домашнем стадионе обыграл грозненский «Терек». Голы за хозяев поля забили Александр Киржаков на 21-й минуте и Мигель Дани на 42-й. Для Киржакова это был 207-й гол в карьере, так что нападающий «Зенит» одогнал по количеству забитых мячей Олега Веретенникова, лучшего бомбардира в новейшей истории российского футбола. А в Ноябрьске завершился второй открытый турнир по мини-футболу памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. Два дня девять команд из Ноябрьска, Муравленка, Ханемея, Губкинского, Нефтьюганска, Нового Уренгоя и микрорайона Вангапуровские выявляли сильнейшего. В результате футбольных баталий победу в турнире одержали футболисты Нового Уренгоя. Команда «Газпромнефть» 2001 года рождения завоевала бронзовые медали. Подробный репортаж смотрите завтра в программе «Новости нашего города». Без жертв и разрушений, но с настоящим азартом, стратегией и тактикой. В Ноябрьске завершился чемпионат по пейнтболу среди цехов подразделений общества «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Маркеры заряжены, цели поставлены. Главная задача, как и в любом виде спорта, завоевать победу. Игровое время на каждую игру пять минут. Соответственно, считаем победу. Три очка за победу каждая команда получает. И далее разница в сохраненных, пораженных игроках. «Это у нас пятые по счету соревнования. И мы не нарушаем традицию. Каждый раз в это время проводим эти соревнования, которые люди очень любят. С удовольствием участвуют в них. Это помогает сплотиться им. Команда, образующая соревнования». До старта соревнований считанные минуты. Дело осталось за малым. Все еще раз проверить. Иринутся в бой. И борьба началась. За золото чемпионата сражались 14 команд по 5 человек в каждой. В общей сложности 70 участников. И каждый был полон решимости взобраться на первую ступень пьедестала. «Если мы стволы в песок не опустим, если нас не дисклифицируют, то есть, конечно, надежда. Надежда всегда есть». Кстати, участие в этих номинально-мужских соревнованиях приняли и представительницы, как говорится, слабого пола. Команда цехохимического анализа взялась опровергнуть это расхожее выражение. Пять барышень управлялись с маркерами не хуже заправского пинболиста. «Мне все очень понравилось. Такой адреналин прям трясет». Но на войне, как на войне. Никому и никаких поблажек. В напряженной борьбе первое место завоевали бойцы цеха текущего обслуживания и ремонта трубопроводов номер два. Следом за ними, уступив совсем немного, работники ЦТО и РТ-1. Замыкает руку финалистов дебютант этого года. Команда молодых специалистов. Специальный приз за волю к победе получили стрелки ЦППН-1. Денежные премии, кубки и грамоты победителям. Но даже те, кто не занял призовых мест, не отчаиваются. Ведь они, как минимум, получили заряд отличного настроения. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский, Анатолий Присич. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сандверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 17 сентября в Сальхарде без осадков. Ветер северо-восточный. Температура 7 градусов выше нуля. В Муравленко облачно. Возможен дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура 5 градусов тепла. В ноябрьский пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура плюс 5 градусов.